Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу, как найти криптовалюту с большим потенциалом роста от 10 до 100 иксов на протяжении следующих 3-5 лет. Это будет очередное видео в плейлист моих криптообучалок, ссылку на который я оставлю в описании. Очень рекомендую ознакомиться с этими видео, особенно первые три будут очень важными для любого, кто хочет начинать зарабатывать на криптовалюте. Если тебе нравится подобного плана контент, не забудь поставить лайк, если их будет много, я буду продолжать снимать подобные видео. Также хочу сразу предупредить, что подобный контент ни в коем случае не является финансовым советом, а лишь отображением того, как выглядит поиск интересных монет моими глазами. Кроме того, все монеты, которые сегодня мы будем рассматривать, взяты лишь для примера. В этом видео мы будем использовать CoinMarketCap, ссылка на который тоже будет в описании. Здесь нам нужно немного пролистать вниз и выбрать вкладку «Фильтры». Далее мы нажимаем «Добавить фильтр». Здесь выбираем рыночную капитализацию. Нас интересуют монеты с рыночной капитализацией от 1 до 10 миллионов долларов. Выбираем этот пункт, и таким образом все остальные монеты, кроме необходимых нам, отсеятся. Жмем «Применить фильтр». Теперь мы видим список монет с рыночной капитализацией от 1 до 10 миллионов долларов. Практически у всех этих монет есть большой потенциал, так как рыночная капитализация до сих пор слишком маленькая. Это значит, что множество людей все еще не знают об этих монетах, обращая свое внимание только на те, которые уже дали множество иксов. Такие как, например, Solana, Cardano, Ethereum и другие известные криптовалюты. Остается лишь выбрать проект и досконально его изучить. Например, давай выберем эту монету. Мы можем заметить, что в доступном предложении есть 468 миллионов монет HDAO. При этом максимальное предложение будет 5 миллиардов монет. Как считается рыночная капитализация? Мы умножаем доступное предложение на актуальную цену монеты. Давай по-быстрому это посчитаем. Умножаем предложение HDAO на цену HDAO и получаем рыночную капитализацию около 9-9 миллионов долларов, что совпадает с той, которую показывает CoinMarketCap. Ты должен знать, что когда рыночная капитализация находится в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов, это считается дешевой монетой, несмотря на цену отдельной монеты. Мы не смотрим на цену, а именно на рыночную капитализацию. Посмотрим на график цены этой монеты. Она болтается в боковике на отметке около 0,02 доллара. Эта монета может легко пропампиться, когда о ней узнает больше людей. Если проект окажется очень хорошим, то он может легко дать десятки иксов за какое-то время. Вот что люди должны делать. Зайти в монету как можно раньше. Когда проект становится большим и множество людей заходят в такой проект одновременно, это дает массивный толчок вверх, что делает монету дороже в будущем. Конечно же, перед тем, как вкладывать свои деньги в какой-либо из таких проектов, ты должен его изучить, оценить токеномику, найти, кто его создал, рассмотреть команду разработчиков и понять, чего они добиваются, и не является ли их задача просто фиктивным решением фиктивной проблемы. Простыми словами, ты должен потратить время на изучение этого проекта. Также обязательно следи за социальными сетями этих проектов, чтобы получать последние новости о них. И запомни, никогда не вкладывай все свои деньги в такой проект. Это будет большой ошибкой. Я, например, вкладываю в такие проекты не более 5% от своего депозита. Сейчас я покажу тебе пример, когда такая стратегия уже отработала себя. И если ты купил этот проект тогда, когда его рыночная капитализация находилась в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов, сейчас ты заработал очень большие деньги. Монета, которую я выбрал в качестве примера, это Солана. Когда проект Солана был запущен, о нем почти никто не знал, но он уже был на CoinMarketCap. На данный момент ее цена около 130 долларов. Если мы посмотрим на ее график, то увидим, что в 2020 году ее цена была ниже 1 доллара. В это время большинство людей даже не знали о Солане, но все же были люди, которые накапливали эту монету в этом диапазоне. Давай откроем график рыночной капитализации Соланы. Летом 2020-го ее рыночная капитализация едва достигала 10 миллионов долларов. Также ее суточный торговый объем был менее 2 миллионов долларов. Это значит, что большинство людей ею не торговало и не знало о ней. Как видишь, понадобилось достаточно много времени прежде, чем о Солане узнали. И как только это произошло, множество людей начали заходить в эту монету. Давление покупателей резко увеличило цену Соланы. И как ты видишь, это привело Солану к цене в 200 долларов и выше. Это хороший пример того, что нужно входить в криптовалюту, когда рыночная капитализация еще очень низкая, находится в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов. Сейчас рыночная капитализация Соланы около 40 миллиардов долларов. Да, эта стратегия требует времени. Времени, которое ты тратишь на изучение криптопроектов в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов. А затем и времени, чтобы просто дождаться реагирования цены на рост проекта. Это забирает огромное количество времени и усилий для исследования этих проектов. У себя на канале я иногда делюсь криптовалютами, которые, исходя из моих исследований, достойны внимания. Но, к сожалению, я один не могу сделать эту же работу за каждого из вас. Я лишь могу указать направление, что я и сделал в этом видео. Если это видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. А также подпишись на канал, здесь мы каждый день или почти каждый день говорим о криптовалюте. Это поможет каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. На этом все. Увидимся в новых видео. Большое спасибо за вашу поддержку. Пока. Пока. Продолжение следует...